Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, друзья! На библейском портале Экзегет продолжаем читать книгу Иссаии. На очереди у нас восьмая глава книги. «И сказал мне Господь...» Это прямая речь пророка. А вот дальше начинается прямая речь того, кто ему сказал, прямая речь Господа, повеление. «Господь говорит своему пророку, возьми себе большой свиток, гилайон, и начертай на нем человеческим письмом. Магер-шелал-хаш-баз». Магер-шелал-хаш-баз — это интересное такое выражение, но в нем присутствует параллелизм. В параллеле к магер стоит хаш, в параллеле к существительному шелаль стоит существительное баз. Шелаль-баз — это такая военная, больше сказать, добыча, грабеж военный. Баз — это тоже, в общем-то, они почти, можно сказать, синонимы. И тоже можно сказать о магер и хаш. Хаш — это спешить. Например, псалмопевец часто обращается к Богу. «Господи, поспеши на помощь мне». Вот магер — это быть быстрым, скорым. Вот поэтому синодальный переводчик переводит «спешит грабеж, ускоряет добыча». И я взял, продолжает пророк свой рассказ, я, говорит, взял себе верных свидетелей, Урию, священника, и Захарию, сына Варахина. Зачем пророку Исшеягу эти свидетели, верные свидетели, как сказано, Эдим-Наэмоним, зачем они ему? Видимо, они нужны были за тем, чтобы подтвердить, что он написал в свитке вот эти четыре слова. Магер, шалал, хашбаз. И потом этот свиток запечатал при свидетелях. Они видели, что он там написал эти слова. Он этот свиток запечатал при них и, может быть, отдал им на хранение. Для того, чтобы, когда сбудется пророчество, содержащееся в этих словах, чтобы все убедились, что это было пророчество от Бога, предсказание. Ну, дальше происходит удивительная история. Исайя рассказывает. «И приступил я к пророчице, и она зачала и родила сына. Эта пророчица была женой Исайи. У него, у Исайи, жена была тоже пророчица, Невиа. Так она и названа здесь. К сожалению, мы не знаем. Священное Писание не передает нам имени. Как звали жену Исайягу, известно лишь, что она была Невиа, пророчица. И она родила сына. И сказал мне Господь, нареки ему имя Магер, шалал, хашбаз. Вот то самое, что было записано в свитке, запечатанном при двух верных свидетелях, при первосвященнике Урии и при Захарии, сыне Варахином. Вот это нужно было теперь этими же словами назвать сыностранное имя для сына. Как говорится, оно носит символический характер. Хотя слово символ, оно... Им часто злоупотребляют этим словом. Часто его к месту и не к месту используют в экзегетике и вообще в какой-то речи. Вот. Или в истолковании священного писания. В священном писании этого слова, в еврейском писании, в еврейской Библии, в книге Исайягу, где бы то ни было, в Танахе этого слова нет. И понятием этим священные авторы Ветхого Завета не оперируют. Символ — это греческое понятие, символом. Известен был обычай, когда разделяли какую-то дощечку с написанным на ней, допустим, словом, или изображенным каким-то знаком пополам, и потом соединяли эту табличку. Разные люди, у разных людей была половинка этой таблички, потом они соединяли, это было своего рода паролем. Вот отсюда слово символ. То есть символ — это то, что соединяет. А дьявол, диаболос, то, что разделяет на две части, разъединяет. Символон, диаболос. Вот. Ну, это все греческие дела. Но часто вот в учебной литературе, да и в научной, называют экстраординарные какие-то действия, совершаемые пророком, порой шокирующие действия, скандальные. Ну и вообще какие-то действия, которые совершает пророк, знаковые действия, часто называют их символическими. Но я считаю, что больше для рассказов о ветхозаветных событиях подходит такое слово, например, прилагательное, как знаковый или то же самое слово пророческий. Пророк совершает знамение какое-то, знак какой-то, жест. Лучше пользоваться этими понятиями. Вот это действие, которое пророк совершает, оно пророческое, оно знаковое, оно... В нем содержится знамение определенное. Он нарекает своему и сыну, он вместе со своей супругой, пророчицей безымянной, нарекает своему сыну вот это странное имя. По повелению Господню. Следует сказать, что у пророков, у пророческих детей и у самих пророков могут быть говорящие имена. Номен-омен. В имени может содержаться судьба человека. Ну а в случае с пророком в этом имени содержится судьба Израиля. Что-то должно произойти с израильским народом, чтобы израильтяне поняли, что вот это имя действительно говорящее. И вот он своего сына, младенца, назвал Магер-Шалал-Хашбаз. И вот младенец бегает там, играет где-нибудь на улице вместе с курами в пыли. А пророк выходит на улицу и зовет его Магер-Шалал-Хашбаз. Бежит грабеж, ускоряет добычу. А к нему младенец бежит. Вот. Ну, жители города, жители Иерусалима скажут, ну, совсем чудак, наверное, сына своего так назвал. Но оказалось, это не чудачество, а действительно совсем скоро и израильтяне, иерусалимляне увидят этот грабеж и эту добычу. События, которые отражаются в восьмой главе книги Исаии, это события Сиро-Эфраемитской войны, события несколько потом более поздние. Вот, в частности, мы здесь в шестом стихе, чуть ниже, увидим опять, услышим эти имена. Рецин, сын Рималиин, Рецин и сын Рималиин. Рецин — это царь Дамаска, а сын Рималиин — это израильский царь, который здесь призрительно называется сыном Рималии. Не называется по имени, но речь идет о израильском царе Пекахе, который в союзе с Рецином напал на Иудею и привел в трепет иудейского царя, молодого царя Ахаза. Дальше объясняет Господь, почему пророк так должен назвать своего сына. Четвертый стих. «Прежде, нежели дитя будет уметь выговорить, отец мой, мать моя, ави, ими, богатство Дамаска и добычи самарийские понесут пред царем Ашура». Богатство Дамесека и добычи Шамрона — это то, что они как раз награбили. Бежит грабеж, ускоряет добыча. Они награбили, успели иудея пограбить. Кроме того, у них у самих были несметные богатства к тому времени, особенно в Дамаске, городе до нашествия Теглат-Паласара III неприступном. Но в 732 году, после этой самой авантюры, безуспешной войны, агрессивной против иудеи, которую совершили Дамаск вместе с Израилем, стремительно нападет на них, защищая своего вассала иудейского царя, нападет на них ассирийский царь Теглат-Паласар, и заодно возьмет Дамаск. Город будет разрушен, Дамаск станет, и окружающие его города, и местность станут очередной провинцией, провинцией ассирийской империи. Вот нести добычу перед царем ассирийским, это триумф, триумфальное шествие перед царем в его столице, наверное. Несут добычу, ведут пленных, и вот это все произойдет с ними. То есть это вот имя, Махер-Шалал-Хашбаз, скорее относится к тому, что произойдет с сирийцами и с израильтянами, когда их накажет и захватит, и разграбит их сокровищницы царь ассирийский. И продолжал Господь говорить ко мне и сказал еще. Дальше мы услышим обращение уже через пророка к народу иудейскому. Инвектива, строгая инвектива звучит в адрес этого народа. От Бога через пророка. За то, что этот народ пренебрегает водами Шелоха, текущими тихо, и восхищает царицином и сыном Рималииным, наведет на него Господь воды реки бурные и большие, царя ассирийского со всею славою его. Восхищение перед силой оружия, перед мощью военной, это одна из формы дала поклонства, например, для старшего современника Исаии и израильского пророка Осии, ну и для других пророков. Самый сильный Господь, самый верховный из всех главнокомандующих, Он куда хочет посылает полчища, ассирийцев, вавилонян, и кого бы то ни было. И поэтому должны, мы это услышим дальше, кого люди, кого иудеи, народ Божий, должны бояться и трепетать, перед кем благоговеть и кого прославлять, это своего верховного главнокомандующего, Господа, царя неба и земли и Господа Израиля. А вот этими несчастными рецином и сыном Рималииным, царем Пекахом израильским, иудеи не должны восхищаться, потому что совсем скоро и как дымящаяся головня или как тростник, они будут сломлены и сожжены Господом. Это сразу вспоминаются некоторые другие тексты. Наведет на него Господь воды реки Бурны и большие царя ассирийского. Ну, в святой земле, в земле Израиля, и в иудеи, нет особенно больших рек. Единственная река есть более-менее такая вот непересыхающая, вообще непересыхающая, и более-менее такая крупная, это Ярден, Иордан, которая, собственно, является восточной границей Святой Земли. Вот эта река Ярдан, она, кто там бывал в тех местах, видит, насколько она невелика на самом деле, как говорится, курица может ее, можно сказать образно, курица может перейти эту реку. Ну, когда-то она была более полноводной, Ярдан в библейские времена, и весной, после весенних дождей, и после таяния снегов на Хермоне, она была бурная, большая, и едва ли всадник на коне, не каждый всадник отваживался ее форсировать. Вот, весной. Об этом говорится, например, в книге Иисуса Новина. И этим самым подчеркивается то чудо, которое совершил Господь, когда народ под предводительством Его Шуа перешел эту реку посуху в то как раз время, время жатвы, когда жатвы Азимых, когда не каждый даже всадник отважится ее форсировать. Ну, сейчас она мелководная, эта река, можно так сказать, и она почти вся разбирается на полив, ну, и вообще климат изменился в Палестине. Вот, но все-таки, даже когда эта река была достаточно полноводной, Иордан, она не могла сравниваться с реками Ассирии, с реками Вавилонии, с двумя великими реками, которые называются Прат, то есть Ифрат, и Хиддекель, Хиддекель, то есть Тигр. Вот эти две реки, Прат и Хиддекель, упоминаемые, кстати, в первых главах книги Бытие, где говорится о том, что четыре великих реки омывали Ган-Эден, Эдемский сад. Вот эти две реки, в частности, перечисляются, они до сих пор полноводные, на них сооружаются гидроэлектростанции, это мощные полноводные реки, вот Сирия, Ирак, Кувейт, пожалуй, нет уже, вот Сирия, Ирак, где эти реки, частично восточная Турция, они, люди, живущие там, наслаждаются вот этим полноводием, у них никогда нет недостатка в воде, те, кто живут по берегам этих рек. И вот здесь эти реки называются бурными, воды реки бурные, большие, и метафорически здесь царь ассирийский со всею славою его изображаются в виде бурной, неудержимой, полноводной реки. И говорится почему-то о крыльях этой реки. Подымется она во всех протоках своих и выступит из всех берегов своих, то есть полчища ассирийские, наводнят, вот этот русский глагол наводнить, он тоже такой образный глагол, и семантика понятна, что сравнивается тоже с водой. И пойдет по Иудее, и наводнит ее, и высоко подымется, дойдет до шеи, река может подыматься и опускаться посезонно, и распростертие крыльев ее будет во всю широту земли твоей, Иммануэль. распростертие крыльев, река, полчища, армии. Здесь почему-то говорится о крыльях, к нафаим. И сразу же вспоминается 28 глава книги Деварим, книги Второзакония, где Господь говорит, что если израильский народ, избранный, Божий народ, не будет слушаться своего Господа, не будет исполнять тщательно условия завета со своим Богом, тогда Господь нашлет на него врагов. И вот там этот враг сравнивается с орлом. Стремительно, говорит Господь, как орел налетит, налетит враг на иудейский народ и его завоюет. В других главах Второзакония, а также в книге Исход, вообще в Торе, говорится о том, что Господь, когда вывел свой народ из земли египетской, из Мицраима, он словно орел своих птенцов на крыльях носил свой народ. Вот эти орлиные крылья, они могут метафорически изображать и заботу Господа об израильском народе, и могут изображать, причем даже в одной и той же книге, как мы видим, могут изображать образно врага израильского народа, который стремительно, как орел, налетает на свою добычу. Орел летит высоко, парит над полем, над лесом, над местностью, и широко распростертые крылья у него, он парит, и он слышит звук мыши с этой огромной высоты, которая там, где-то под землей, пищит, мышь или крот, и стремительно бросается на нее, хватает ее в свои когти и уносит с собой, чтобы потом ее съесть, или птенцам своему носит. Вот здесь враг, Ассирия, Ашур, грозный враг, сравнивается с этой, присутствует вот этим словом крылья, как я думаю, здесь присутствует образ орла, огромного, огромной, могучей, хищной птицы. Ассирия была действительно хищной империей, которая безжалостно порабощала, покоряла и истребляла всех своих соседей и была грозой всего Ближнего Востока и вот эта тень Ассирийской империи, она нависала над Ближним Востоком на протяжении IX-VIII веков. VIII век это век пророка Исаии, до нашей, естественно, эры. Здесь вновь звучит имя Иммануэль, с нами Бог, говорилось об Иммануэле в предыдущей, седьмой главе, в самой, ну, пожалуй, для христиан самой известной, самой важной главе, где сказано в XIV стихе «Сам Господь даст вам знамение, вот Дева во чреве приимет и родит сына и нарекут ему имя Эммануэль». Иммануэль, так более точно оно звучит на библейском еврите. Вот здесь вновь это имя звучит, я напомню, что главы с VI по XII включительно в науке иногда называют книгой Иммануэля. У пророков, и Исаия здесь не исключение, часто не одна, а две или более перспективы в их пророчествах. Пророк, естественно, озабочен происходящими событиями, и вместе с ним озабочен Ахаз, озабочен весь иудейский народ. Он им говорит о том, что произойдет в ближайшее время своими пророчествами, с символическими именами своих сыновей и так далее, о том, что нужно делать сейчас, и как понять смысл происходящих сегодня событий. Но эти события, вернее, эти пророчества, интерпретирующие происходящее, они выходят за рамку актуальности, за рамку сегодняшнего дня и говорят о будущем, о далеком будущем, когда будет и великий избавитель, будет тот, кто избавит иудейский народ, и его будут называть Иммануэль, и всякий внимательно читающий главы этой книги Иммануэля не может ни удивляться и ни понимать, что невозможно втиснуть все, что в ней говорится, лишь в события 8 века до Рождества Христова. Пророчества, содержащиеся здесь, они не вмещаются в канву исторических событий, они из нее выходят и имеют эти пророчества свою дальнюю перспективу. Пройдет 7-8 веков и многие из этих пророчеств свершатся, а некоторые будут еще ожидать и сегодня, быть может, ожидают еще своего исполнения эскатологические, в частности, пророчества пророка. Дальше звучит, продолжается прямая речь, «Враждуйте народы, но трепещите, и внимайте все отдаленные земли, вооружайтесь, но трепещите, вооружайтесь, но трепещите». Перед кем трепетать-то? Перед Ашшуром. Да, у него самая могущественная армия во всем, во всем Ближнем Востоке, во всей Передней Азии, да вообще во всем тогдашнем мире. Египет, по сравнению с ним, в 8 веке не представлял из себя никакой ни военной, ни политической угрозы для Израиля и для Иудеи. А вот с Израилем Ашшур скоро расправится. Иудею спасет лишь то, что выгребет царь Ахас, за ним потом царь Хискиягу и Зекия, все сокровищницы Дома Господней и Дома Царского, чтобы выплачивать дань, потом выплачивать ее ежегодно, подтвердить свою вассальную зависимость. Но перед кем трепетать, здесь призывает пророк? Разве перед Ассирией? Нет, Об этом мы увидим ниже. Перед кем надо трепетать? Иудеям, да и всем народам тоже. Об этом мы прочтем несколько стихов ниже, конкретно в 13-м стихе. А пока у нас на очереди 10-й. Замышляйте замыслы, но они рушатся. Вот какой парадокс. Вроде бы здесь содержится призыв, и в то же время он отрицается. Здесь такой характерный образ выражения вообще для Священного Писания. для еврейской Библии слухом услышите, но не разумеете, очами смотреть будете, но не увидите. Господь ожесточает сердце. Здесь тоже замышляйте замыслы, но они рушатся, зачем же их тогда замышлять? Такой парадоксальный образ библейских выражений. Языковые такие, речевые такие обороты. Говорите слово, но оно не состоится. Здесь по всей видимости, обращение к врагам Израиля, к Рицину, то есть к сирийцам, к сыну Рималиину, то есть к Пекаху царю израильскому, ну и маячущему за их спинами грозной тени Ашура. К ним содержится здесь обращение, а вот дальше говорится «Ибо с нами Бог». С нами Бог 10 стих Иммануэль, как мы читали в предыдущей главе, и чуть выше в этой, это самое и означает Иммануэль. Так кто Иммануэль? Магэршелал хашбаз? Это всего лишь знамение, всего лишь знак, всего лишь какой-то пророческий жест, и сын, и имя. С нами Бог был Господь с иудеями, когда сирийцы с израильтянами напали, совершили агрессию против Иудеи, началась Серая Фраимидская война, Господь был с иудейским народом, и Господь защитил его рукою ассирийцев. И будет Господь с нами, когда явится Мессия, когда явится Избавитель, и тоже его будут называть Иммануэль, потому что в Боговоплощении, в пришествии на землю Сына Божия свершилось исполнение пророчества, содержащегося в этом имени. Действительно, ближе к человеку Бог не может быть. Это невозможно, чтобы Бог еще ближе был к человеку, чем воплотившись и став человеком. Это очевидно. То есть, пророчество исполнилось тогда, в VIII веке, когда Иудея была освобождена от агрессии сирийцев и израильтян, от их коалиционных полчищ, и в совершенстве своем в полноте исполнилось в евангельские времена, когда совершилось Боговоплощение, когда Бог во Христе стал человеком, стал одним из нас, и Он стал с нами, с нами Бог и Мануэль. Ибо так говорил мне Господь, прямая речь пророка, держа на мне, в курсивом синодальном переводе этих слов в оригинале нет, ибо так говорил мне Господь крепкую руку и внушая мне не ходить путем всего народа и сказал, пророк не должен потакать своему народу и ходить его путями, наоборот, пророк должен наставлять свой народ свернуть с неверного пути и идти верным путем, как учит Господь. И сказал, не называйте заговором всего того, что народ все называют заговором, и не бойтесь того, чего он боится, и не страшитесь. Если мы вспомним исторический контекст Сиро-Эфраемидской войны и события, происходившие тогда во времена Ахаза, Сиро-Эфраемидская война, война иудеи, оборонительная война иудеев против агрессивных полчищ, против коалиционных войск израильтян и сирийцев Дамаска, вот тогда в чем состояла цель вот этих израильтян и сирийцев того времени. Ну, они хотели сбросить неизговорчивого царя Ахаза, который находился в вассальной зависимости от Ашура, и вообще пресечь династию Давидидов на Иерусалимском престоле, поставить царя марионетку, поставить царя, который вместе с ними войдет в антиасирийскую коалицию. Антиасирийская коалиция тогда сколачивалась с Египтом и сирийцами, в нее вошел Пеках, израильский царь, а иудеи не захотели в нее войти в эту коалицию, сказали, нет, мы сохраним вассальную предность Ашуру, а сирийцам, тогда они сказали, поставим-ка мы нового царя не из Давидидов, свергнем вот этого несговорчивого Ахаза, поставим своего и втянем его в антиасирийскую коалицию. Этот план разрушен был. Заговором он здесь называется в 12 стихе книги Исаии Кэшер, Кэшер, это заговор, перевод правильный, и он не состоялся, поэтому иудеи не должны страшиться этого заговора, который спланировали и пытались осуществить сирийцы вместе с израильтянами. Они должны кого страшиться? Об этом мы читаем дальше. Господа Саваофа, его чтите свято, и он страх ваш, и он трепет ваш. Чтить свято Господа, это и значит страшиться его и трепетать пред ним. Страх и трепет имеются в виду, конечно же, религиозное чувство. Человек, который не имеет страха и трепета пред Богом, его нельзя назвать религиозным человеком. Религия, это как раз и есть страх и трепет пред Богом. Это и значит чтить свято, почитать Господа Саваофа, верховного главнокомандующего иудейского народа, тот, которому покорны все полчища земли и все армии мира, он ими всеми распоряжается, как хочет. Вот его иудеи должны бояться. Это их защитник, это их заступник, его должны бояться, его страшиться. Не потому, что он пугает, а наоборот, потому, что он освобождает от всякого страха и защищает. Не бояться никого, кроме Бога одного. Вот кто боится Бога, у того исчезают всякие другие страхи и всякий другой трепет. Он уже не будет бояться и трепетать перед людьми, если человек боится Бога. Да, он будет относиться к ним почтительно, кому честь, честь, как сказал апостол, но Господа Бога он будет чтить свято, его страшиться и перед ним трепетать. Страх и трепет это слова из словаря, из лексикона, которые присутствуют в законе Моисеевом, в Торе, и пророки их эти слова тоже, как мы видим, используют. Если иудеи будут бояться своего Господа, то ни израильтяне, ни сирийцы и даже ни Ашур не будут им страшны. И будет он освящением и камнем преткновения и скалою соблазна для обоих домов Израиля, петлёю и сетью для жителей Иерусалима. Вот в контексте предыдущих слов не совсем понятно. С одной стороны, здесь звучало осуждение в том, что иудеи восхищаются сыном Рималииным, Рецином, в шестом стихе, в том, что они иудеи не боятся своего Господа, а страшатся вот этих иноземных полчищ. И в то же время почему-то и для иудеи, как один из двух домов Израиля, Израиль и иудея, два царства, два дома, почему-то сам Господь будет петлёю и сетью. Я думаю, что здесь пророчество это содержит обличение в том, что несмотря на пророческие слова, они всё равно не станут страшиться и трепетать пред Богом больше, чем перед военной угрозой, чем перед иностранными армиями наземными. И вот за это Господь сделает так, что с одной стороны скала, скала соблазна, камень преткновения. Камень, когда человек спотыкается, идёт по дороге, вдруг у него камень под ногой, он спотыкается, это камень преткновения. Часто именно Слово Божье его указания являются для человека камнем преткновения. Петлёю и сетью для жителей Иерусалима. В сеть и в петлю в тенёта вот в эти вот селки улавливается человек, как птица улавливается. Иерусалим часто метафорически изображается в виде такой вот ловушки, сети, в которой оказывается народ. Но почему это происходит? Потому что народ не послушен своему Господу. Вот если бы народ послушал, и Господь был бы для него в полном смысле слова единственным страхом и трепетом, и только Господа они бы чтили свято, тогда Господь не устроил бы им ловушки в собственном их городе, в собственной их столице, в Иерусалиме. И многие, сказано дальше, приткнутся, падут, разобьются, запутаются в сети и будут уловлены. Увы, Господь сделает так, что Иерусалим будет ловушкой для его иудейского народа. И пройдет совсем немного времени, вот сейчас, когда пророк произносит это пророчество, да, народ будет избавлен от Рицина, от Пекаха, от этой угрозы. Иудейский народ будет защищен несравненно более мощной армией ассирийцев, которые вступятся за своего вассала, вступятся за иудею. Но пройдет немного времени и в самом начале восьмого века, в самом, простите, конце восьмого века, в 701 году, когда до нашей эры там незначительное число, они как раз говорят о конце века, а не о начале в 701 году, и в своей ставке в Лохише новый уже ассирийский император во время своего похода Лохише туда, где постепенно Шфела уже переходит, вернее, иудейское нагоре переходит в Шфелу и дальше в финикийскую низменность, к Средиземному морю спускается. Вот там в Лохише устроит свою ставку очередной сирийский император, и оттуда он пошлет полчища, вот этот император Санхирив, Синнохирим синодального периода, пошлет свои полчища к Иерусалиму, в Иудее тоже будет уже новый царь Хискиягу, из Икия осадит Иерусалим, и жители Иерусалима окажутся в ловушке, в осажденном городе. И тогда тот же самый пророк Ишайягу, его заступничеством, его предстательством, и молитвой царя, в том числе, его разумными действиями, которые будет совершать царь Хискиягу под руководством пророка Ишайягу, Исаии, Господь избавит свой народ, избавит, и совершится чудо, 185 астерийских воинов за одну ночь падут, сраженные Богом. То ли эпидемия какая-то произойдет, но все окрестности Иерусалима будут завалены их трупами. Чудесным образом Господь избавит вновь Иерусалим от этого. Вот очень важно читать пророческие книги, в том числе Исайю, и вот эти главы, которые мы сейчас читаем, восьмую в частности, читать сквозь призму того, как сквозь призму исторических событий, как эти исторические события отражены в так называемых исторических книгах Священного Писания, которые еще называются ранними пророками, в частности в книгах царств, в книгах царей, в книге Деврея и Амим, в книгах Хроник, который мы по-гречески называем Парлипоменом, а также в сирийских анналах, в экстра-библейских памятниках и исторических источниках тех веков, тех времен. Очень важно понимать, что пророчества, пророческие книги, пророчества, собранные в пророческих библейских книгах, в частности, в книге Ишаяху, они имеют свой исторический контекст. И во многом мы гораздо лучше поймем то или иное пророчество, содержащееся в книге Исаии, например, если мы будем учитывать исторические события, исторический контекст, когда это происходило. Безусловно, в самом тексте мы не должны навязывать наши представления об истории того времени. Текст истолковать, интерпретировать можно только опираясь на текст. Но часто, чтобы не ошибиться, не запутаться в интерпретации, нам понадобится как вспомогательный материал эти исторические события. И правильно мы делаем, если к ним обращаемся именно как вспомогательным, как вспомогательному материалу, помогающему в интерпретации пророческих текстов. Сам историзм не должен заменять интерпретацию, безусловно, но он может служить той базой, тем вспомогательным инструментом, который лучше и точнее помогает нам уяснить и понять, что конкретно сказано в том или ином пророчестве. Дальше, в 16 стихе мы читаем очередное повеление, которое Господь дает пророку. «Завяжи свидетельство и запечатай откровение при учениках моих». Тель — это самое, о ком говорилось во втором стихе, «Урия священника и Захария сын Варахии», мы не знаем. Ну, какие-то ученики мои. Здесь мои с синодальным переводом с большой буквы, то есть явно, что речь идет здесь, в 16 стихе, когда говорится «Белимудай» в учениках в учениках моих, лимудай. Здесь, видимо, поскольку это прямая речь Господа, имеются в виду ученики Господа. Те ли это самые ученики, которые могли быть учениками Исаии, или это другие, может быть, кто-то не прямые ученики Исаии, мы не знаем, но были у Господа свои ученики. Не только Исаия, но и какие-то другие его ученики были в Иерусалиме. То есть в городе были те, кто поступал и мыслил правильно и слушался Бога и его пророка. Дальше звучит прямая речь Исаии. «Итак, я надеюсь на Господа, сокрывшего лицо свое от дома Иаковлева, и уповаю на него». Да, бывает так, что нападают вражеские полчища, нападают и часто Иерусалим оказывается в осаде, такое тоже бывает, но несмотря на это, здесь это объясняется как то, что Господь сокрыл лицо свое от дома Иаковлева, Иаков это Израиль, несмотря на это Исаия все равно на него уповает, потому что на кого еще уповать? Да, Господь может попустить это все, Господь даже может погубить, как погубил Северное Десятиколенное Царство, отправив все его население в депортацию в Ассирийский плен, и никогда эти Десятиколен больше не воротятся. Господь может все это попустить, но на кого же еще уповать? Господь в ад может свести, но уповать-то больше не на кого. Не уповать же на эти вражеские полчища, не уповать даже на Ассирию, и ни на одной из самых великих сверхдержав уповать нельзя. Верующий, тот, кто действительно чтит святое имя Господа Саваофа, страшится его, трепещет пред ним, пред Господом своим, он только на него и уповает. Что такое упование, надежда? Это полагаться, полагаться, твердо, надеяться, твердо уповать, это как якорь надежды. С якорем сравнивается в новозаветных текстах упование, надежда. Израиль говорит, вот я и дети, которых дал мне Господь. Шар-Ясуф остаток вернется, Махер-Шалал-Хашбаз бежит грабеж, ускоряет добыча. Дети, названные говорящими именами, они учат, через это учит Господь и пророка своего, и весь иудейский народ, на кого надо уповать, уповать на Господа. Да, произойдет скоро катастрофа с израильским народом, с северным десятиколенным царством. Исайя будет свидетелем этой катастрофы. Это все отразится в текстах, содержащихся в его книге. Иудея будет до времени помилована, а сирийцы ее не тронут. С ней, с иудеей разберутся вавилоняне, преемники в гегемонии на Ближнем Востоке и в Передней Азии. Новый гегемон будет Новоавилонская империя. «Вот я и дети, которых дал мне Господь», говорит пророк, как указание и предзнаменование в Израиле от Господа Саваофа, живущего на горе Цион. Сионская гора, гора Цион, это место, где живет Господь. Но ведь, с другой стороны, небеса небес не могут вместить его. Как он может жить в небольшом помещении на горе Цион? Это место особого присутствия шхины Господней. Да, Господь везде и в то же время нигде. А гора Цион, гора Божья, гора Господня, гора Дома Господня, там, где храм Иерусалимский, там именно особое место божественного пребывания. И вот оттуда, как говорили другие пророки, предшественники Исаии, Господь, гора Дома Господня, говорит Миха, предшественник Исаии, пророк Амос, говорит, Господь зарычит Сиона, не просто зарычит против своей добычи, которой является израильский народ, северное десятиколенное царство, а именно с горы Цион. Потом эти слова повторит, уже в совершенно другую эпоху повторит пророк Иоэль, Йоэль. Таким образом, Сион, Цион, Иерусалим, это место особого пребывания Господа, Бога Израилева. Вся земля свята, вся земля Господня. Та земля, которую дал Господь народу своему в пользование. Но особое место присутствия Господа, это, конечно, гора Сион. Другие земли называются нечистыми за пределами Святой Земли Израиля. Почему? Потому что они осквернены идолами, осквернены идолопоклонством. Своему противнику, священнику Амации, Амос скажет, что в землю нечистую будете отведены в плен. Там умрете в этой нечистой земле. Названа земля, астерийская, междуречия, названа нечистой землей, потому что там идолопоклонство, потому что земля осквернена чуждым служением, идолами, идолопоклонством. Там не почитается, как единственный Бог, Господь, Творец неба и земли, Бог Израилев. Там почитают тварь вместо Творца и занимаются люди идолопоклонством. Поэтому эта земля нечистая. Все земли за пределами израильской земли были нечистыми. Но вот израильтяне что делали? Они землю Господню, собственность, частную собственность Господа оскверняли идолами. И оскверняли эту святую землю, делали ее тоже нечистой через идолопоклонство. За это их и постигла божественная кара. Тот, кто оскверняет святую землю идолами, идолопоклонством, становится недостойным проживать на этой земле. И тогда Господь стряхивает, словно вот как клопов из ковра, вытряхивает их с балкона негодных нечистых людей, чтобы земля наконец очистилась от идолопоклонства вместе со своими идолопоклонниками. Вот это то, что произойдет. Господь живет на горе Сион. Эта гора не должна быть осквернена идолопоклонством, как и вся святая земля, включая те земли северные, на которых жили представители северных десяти колен, главные из которых Ефрем и Моносия, Эфраем и Монаше, но также множество других колен там были поселены. И когда скажут вам обратитесь к вызывателям умерших и к чародеям и к шептунам и чревовещателям, тогда отвечайте, не должен ли народ обращаться к своему Богу, спрашивают ли мертвых, а живых. Вот эти все популярные практики магические, связанные с вызыванием умерших, чародейством, всяким там колдовством, шептуны, на Руси тоже популярны бабки-шептухи, к которым чуть ли не как святым стали уже почти относиться у нас по нашим русским деревням. Они что-то там шепчут, каких-то бесов призывают, все это перемешивают с молитвой отчанаж, с какими-то магическими ритуалами, все это как бы неистребимо из народной и религиозной практики. Увы, и христианство здесь не всегда может победить все эти народные верования. Вот и в иудейском народе люди, несмотря на прямые запреты и пророков, и закона, продолжали обращаться к этим нелегитимным, запрещенным законным практикам. Колдовство, гадание, вызывание мертвых, чародейство, чревовещание, это все строго запрещается, строго запрещено. Это все также различные формы идолопоклонства. Магии, магия, это одна из форм идолопоклонства. Магия была очень популярна среди хананеев, среди финикийцев и, конечно, среди ассирийцев в Междуречье. Там и были эти звездочеты, маги, волхвы. Некоторые из них, потом их потомки, придут поклониться рожденному богомладенцу Бейтлехам. Наверное, после того, как они поклонятся Христу, они расстанутся со своей магией, со своим волхвованием. Хотелось бы надеяться, хотя евангельский текст умалчивает об их дальнейшей судьбе, и лишь из раннехристианской истории мы узнаем, посетив Кёлинский собор в Германии, или еще где-нибудь оказавшись, узнаем, что там оказывается мощь этих магов. Так это не так, неважно. Мы на наших встречах здесь, на портале Экзегет, занимаемся священным писанием и больше ничем иным. Заниматься о географии предоставим лекторам других видеоканалов. Тогда отвечайте, не должен ли народ обращаться к своему богу? Конечно же, этот вопрос риторический. Спрашивают ли мертвых о живых? Нет ничего глупее, чем тормошить мертвеца и спрашивать его, что нам живым сейчас делать? Ответь нам, кто будет трупа, спрашивать об этом. Вызывать из Шиола, из преисподней духи, дух покойника, дух умершего, это строго запрещено. Вспомним историю Шауля, царя Шаула, его походка каиндорская волшебница. Все это осуждается священными авторами, вместе с ними осуждается и нами тоже. Эти слова прошло 28 веков, но они актуальны. Мы тоже не должны обращаться к бабкам шептухам, ко всяким там чревовещателям, гадателям, хиромантам и прочим гороскопам. Господу, Богу, мы должны поклоняться, ему одному служить, его свято чтить, как сказано в 13 стихе, его бояться, его страшиться. Тогда мы не будем больше, если мы устрашимся Бога, страшиться никого и ничего в нашей жизни. Никакие вирусы, никакие полчища врагов и никакой летящий к земле астероид не будет нам страшен, потому что мы будем под надежной защитой на твердом камне нашего упования на Господа. Все в его руке, все в его власти. Будем же уповать на него. Прочтем последние заключительные стихи восьмой главы. Обращайтесь к закону и откровению. Закон Тора Теуда откровение Эд свидетель, поэтому Теуда это можно быть свидетельство переведено. Обращайтесь к Торе, к закону, говорит пророк. Следует заметить, что пророки они никогда не противостоят Моисееву закону. Мы не будем разбираться, что появилось раньше, текст Исаии или текст Моисеевой Торы, когда в окончательном виде, в спорвированном, появился Исаия, его книга, появилась Моисеева Тора или отдельные ее части. Здесь, когда говорится о законе, говорится о божественных заповедях, о божественном учении, слово Тора переводится учение, здесь говорится о том, что эти заповеди у народа есть, это божественное учение от него не сокрыто, оно ему открыто, стопроцентно ли то же самое, что у нас содержится в пятикнижии Моисеевом или нет, или только отдельные части еще до конца не отредактированной Торы, это выходит за рамки конкретной интерпретации вот этого двадцатого двадцатого стиха. Обращаться к закону и откровению, к закону и свидетельству. Господь сам называется свидетелем, свидетелем верным в Писании. И он автор закона, не Моше, не Моисей, сам Господь, автор закона. И здесь эти слова, слова пророка, это не его слова, он лишь глашатый божественного слова. Сам Господь обращается к иудейскому народу в древности, а спустя двадцать восемь веков и к нам. Не будем обращаться к шептунам, к чародеям, ко всяким там ворожеям, бабкам, всякой магии бытовой, тем более к вызывателям мертвых, не дай Бог. Будем обращаться к откровению Божию, к свидетельству Господню. Тем более мы имеем это свидетельство, и оно надежное. Апостол Петр говорит в одном из своих посланий, вы, говорит, хорошо делаете, обращаясь к пророческому слову. Оно, это слово, никогда не произносилось по воле человека, но произносили его святые божии человеки, будучи движим и духом святым. Оно, говорит Петр, как светильник, горящий в темном месте. Вот к этому слову и будем обращаться. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света. Вот эти все маги, о которых говорилось в предыдущем стихе. Если их слова и их учения противоречат в чем-то пророческому учению, нет в них света. Но беда-то в том, что вот маги, волшебники, шептуны, гадатели и прочие бабки-шептухи, и занимающиеся хиромантией и прочими гороскопами, у всех у них истина смешана с ложью. Ведь чтобы подать горькую пилюлю, лучше человеку подать, посластив ее, чтобы человек ее легко проглотил. Вот и здесь они свои магические практики часто перемежают с какими-то православными действиями. Молитвы читают из молитвослова или там иконами все пообвесятся. Но на самом-то деле, на самом-то деле, если их слова, их практика, их учения, вот этих магов, волшебников и прочих шептух, вызывателей мертвых, не совпадает полностью со всем, чем учит Бог, его пророки и его церковь, к ним нельзя обращаться, в них нет света. И то, что они называют светом, на самом-то деле духовная тьма. И будут они бродить по земле жестоко, угнетенные, голодные, и во время голода будут злиться, хулить своего царя и своего Бога. Вот какая участь ждет их, вот этих всех, тех, кто занимается чародейством и тех, кто обращается к чародеям, то есть большая часть иудейского народа. Да, у Господа есть свои слуги, есть свои ученики в Иерусалиме, но, к сожалению, много и тех, кто обращается не к пророчествам Господним, а обращается к запрещенным, нелегитимным религиозным практикам. Бродить будут по земле жестоко, угнетенные, голодные, будут хулить Бога и царя, видимо, от отчаяния, от того, от того уныния и деморализованности, в которую их погрузит ситуация, в которой они окажутся. И взглянут вверх и посмотрят на землю, и вот горе и мрак, густая тьма, и будут повержены во тьму, но не всегда будет мрак там, где теперь он огустел. Мрак, астерийцы, плен, все это совсем скоро после этих слов обрушится на северное десятиколенное царство, на Израиль. Прекратится его существование. Шамрон, столица, будет взята астерийцами и высший класс общества, а также ремесленники и все сколько-нибудь люди, представляющие для астерийцев интерес, будут депортированы в Месопотамию. Останется только бедный народ земли Амга-Арец, а сирийцы переселят другие племена. Опустится духовная тьма, опустится тьма и дало поклонство окончательно на северные вот эти вот земли, и они будут повержены во тьму. Эти земли, они будут названы в начале следующей главы земля Звулуна, земля Нафтали, самые северные земли из северных десяти колен, но вот не всегда эти земли будут во тьме. Галиль, Галилея языческая, там когда-нибудь воссияет свет. Пройдут века, и этот свет воссияет. Пройдут века, именно из Галилеи придет избавление. Там будет проповедовать и жить тот, кому вполне приложимо имя Иммануэль, с нами Бог, и земля Звулуна, земля Нафтали, земля Звулунова и Нефалимова, эти земли, а вместе с ними весь Галиль, вся Галилея, а вместе с ними вся святая земля, а вместе с ними все земли до самых отдаленных островов Полинезии, увидят великий свет и просветятся этим евангельским светом. Будем просвещаться этим светом и мы, дорогие друзья, будем читать книгу пророка Исаии, будем вместе размышлять над ее страницами. Запись делается для библейского портала Экзегет. 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 Продолжение следует...